Друзья, всем огромный привет! Ну что, у нас лето продолжается, и сегодня хочу показать вам очередной ролик, свою любимую кавказскую кухню, точнее, конечно, грузинскую кухню. Блюдо называется Чашу Шули. И готовить мы сегодня будем, готовить я буду не один, сегодня в гостях у меня помощник, зовут его тоже Андрей, тезка мой, и он является ведущим канала, белгородского канала Белогорье 24, правильно? Белгород 24! Белгород 24, так что, друзья, мне повезло, да, я попал на телевидение, многие блогеры мне позавидуют. Ну что, будем приступать к приготовлению нашего грузинского блюда Чашу Шули. Приступим? Приступаем! Андрей, ну расскажи, что у нас сегодня в меню, чем порадуем наших зрителей? Сегодня очень вкусное блюдо, грузинские блюда я на своем канале уже показывал не один раз, мне очень нравится не только грузинская, но и кавказская кухня. И сегодняшнее блюдо мясное, основой будет являться телятина, замечательный кусок, и также очень много овощей и зелени. Ну, это, в принципе, вся основа грузинских и кавказских блюд. 2 килограмма замечательной телятины. Также нам понадобится море помидоров, сладкого перца, репчатый лучок, чеснок, острый перчик. Из зелени будет кинза и петрушка. О, минус огурец. Также нам понадобится томатная паста, аджика, в которой мы сейчас быстренько замаринуем наше мясо. Жарить будем на растительном масле. По приправам копченая паприка, кориандр, хмели-цунели и отцхо-цунели. Вот такие вот приправы. Все, можно приступать. Андрей, ну мы познакомились с основным блюдом. А что у нас будет выступать в качестве закуски? Как говорится, овощей много не бывает. Да, под мясные блюда, конечно же, хорошо приготовить и овощную закуску. Будем готовить сегодня вкусные огурчики с чесночком, соевым соусом и с кунжутом. Очень будет быстрое, простое и вкусное блюдо. Ну и холодненький напиток в жару, это просто обязательно. Будем готовить лимонад из лимонов. И так как сейчас гуляет коронавирус, мы еще будем поднимать этим лимонадом наш иммунитет. Лимонад будет у нас с имбирем. Что мне делать? Да, я сейчас займусь нарезкой мяса, ну а тебе доверю нарезать лучок, помидорчики и перчик. Лучок, помидорчики как режем? Полукольцами или кубиком? Лук будем резать полукольцами, перец нарезаем квадратиком, помидор на кусочки. Все равно в нашем блюде это все растворится, будет однородная и вкусная масса. Все, я пока нарезаю мясо, потому что нам его нужно замариновать немножко. Вот если непосредственно о блюде говорить, вот сегодня мы используем говядину, а вот если, допустим, человек не ест по какой-то причине говядину, мы можем это мясо заменить без потери каких-то вкусовых качеств? Я думаю, конечно, это не повлияет на его вкус. Как бы принято в грузинской кухне, что именно говядина, телятина, но также на Кавказе широко используют и баранину. Свинина, конечно, пореже. Ну, я думаю, если не телятина, то баранина точно подойдет для этого рецепта. Андрей, скажи, вот при приготовлении вот таких основных блюд всегда подается закуска, какой-то напиток. У тебя есть какой-нибудь рецепт или, я не знаю, система, по которой продукты должны из каждого блюда сочетаться между собой? Нет, это я не практиковал. То есть тут по своему вкусу, по своему усмотрению, я думаю, каждый подберет себе и напиток, и салат, или какие-то овощи определенные, такой практики не было. Андрей, а ты сам снимаешь свои ролики, либо у тебя есть какая-нибудь команда? Ну, был у меня оператор, сейчас он ушел немножко в другое направление. Антон, тебе привет большой, будешь смотреть, я знаю. Вот, ну, поэтому сейчас сам многому, конечно, он меня научил, за это ему огромное спасибо. И монтировать научил ролики, так что сейчас тружусь один. И снимаю, и монтирую, и выкладываю на YouTube все сам. Ну, в съемках, конечно, помогает и супруга. Закадровой работы тоже здесь хватает, поэтому и ей тоже большое спасибо. Ну, а расскажи, вот здесь, на YouTube, и вообще ты готовишь на природе сам, а дома все-таки с женой напополам готовить, либо не преимущественно ты? Конечно, если домашнее блюдо, мне же помимо съемок еще когда-то и работать нужно. Поэтому во время работы, конечно, супруга готовит дома. Тоже готовит очень вкусно. Сейчас она занялась кулинарией у меня, печет тортики. Вот, поэтому вот я по мясному направлению, казан, мангал, а она у меня пирожные, тортики. Так что сын наш довольный. Вкусняшек со всех сторон хватает. Итак, друзья, мясо я нарезал. Резал я мясо небольшими кусочками, чтобы оно у нас быстрее промариновалось и быстрее протушилось. Для маринада будем использовать аджику. Добавляем раз, два, ну, три хорошие ложечки аджики. Вот, и мясо нам нужно перемешать и оставить его хотя бы минут 10-15. Андрей, ну, пока ты маринуешь мясо, расскажи, вот во всех твоих выпусках гости хвалят твою еду. Не задумывался ли ты посетить какой-нибудь кулинарный конкурс, либо фестиваль? Андрей, вопрос прямо по теме. Да, в ближайшем будущем пройдет большой кулинарный фестиваль, где будет большое количество известных блогеров. Кулинарный фестиваль пройдет в республике Татарстан. Ну, вот, меня тоже туда пригласили, поэтому с удовольствием посещу этот замечательный фестиваль. Ой, Андрей, ну я уже чувствую, как приятно пахнет маринад. Ты просто аджика, это волшебно. При такой погоде, погодка вот шепчет сегодня, несмотря на прогнозы. Класс, все приправки. Ой, да, очень приятно пахнет. Я же говорю, вот погода прям... Погода летняя, да. Отлично. Жара немножко спала, поэтому нам полегче. Мясо оставим минут на 15. Так, Андрей, ну смотри, с луком я закончил. Вот, приступаю тогда к помидорам, буду резать их кубиков. Помидоры, а я сейчас мою руки и помогаю тебе с перчиком. Отлично, договорились? Я вот тут отметил, Андрей, помидоры прям очень сочные, очень зрелые. Даже ножу тяжело поддаются, но я думаю, это будет прям в наше блюдо пушка настоящая. Да, слава богу, пришло лето, не те пластмассовые зимние помидорки. Поэтому сейчас от них и аромат, и вкус уже абсолютно будет другой. По сути, блюда, которые мы готовим, за исключением мяса, мы можем взять все ингредиенты у нас вот здесь дома. И перчик можем, и помидоры. Сейчас станет погода, пойдет урожай, и можно хоть каждый день такие блюда делать. Да, абсолютно верно. У нас есть начинающие блогеры и ребята, которые хотят заниматься блогингом в сфере кухни. Расскажи, с чего, наверное, стоит начать, и какие могут быть ошибки поначалу у ребят? Да, ну, ошибок, я думаю, как говорится в пословице, каждый учится на своих ошибках. Они у каждого будут, каждый через них пройдет. Спалил шашлык или что-то в этом роде, то есть без этого никуда. У всех они были, есть и будут. Я знаю, что у тебя есть сын. Скажи, разделяет твое пристрастие к кухне, либо все-таки другое какое-то увлечение есть? Ну, конечно, ему тоже это нравится, иногда помогает мне в роликах. Увлечение, конечно, полноценно заставить его готовить пока еще рано. Но, тем не менее, да, есть стремление, хочет помогать, чему-то учится, что-то запоминает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, ну что, ну, закончили мы приготовление овощей? Клиенты готовы, нарезаны, последний перчик я убираю в миску. И пришло время как раз разводить наш казан. Не казан разводить, а огонь под казаном, чем мы сейчас и займемся. Ну, а пока Андрей будет разводить огонь, я займусь приготовлением нашей овощной закуски. Ну что, друзья, тем временем наш казан нагрелся, добавляем в него растительное масло. Много лить не будем, буквально миллилитров 50. И сразу отправляем сюда наше замаринованное уже мясо. Я вот слышу, тут прекрасный аромат. Да. Ой, ну вот просто цвет прекрасный, вот именно. А вкус какой будет прекрасный, я в этом просто уверен. Андрей, ну ты старайся, потому что я там уже начинаю мариновать огурцы. Я понимаю, мне сегодня опозориться никак нельзя, я попал на телевидение. Друзья, посмотрите, сколько сока дало наше мясо. Теперь оно будет тушиться в собственном соку. Когда влага уйдет, потом мы продолжим добавлять другие ингредиенты в казан. Андрей, смотри, вот мы переходим уже к чесноку. Чеснок будет нужен и мне, и тебе. Скажи, как ты, получается, нарезаешь чеснок? Может, у тебя своя методика какая-нибудь? Нет, на разные блюда по-разному. В некоторых пользуюсь чеснокодавкой, в некоторых можно на терке. Ну, сегодня можно проще. Раз. И измельчаем ножом. И все. Я вот тоже больше предпочтения отдаю мелкой шинковке чеснока, потому что чеснок будет распределяться равномерно по блюду, а непосредственно в чеснокодавке остается маленький кусочек, который может попасться целиком одному человеку, ну и вкус уже будет совсем не такой. Согласен, поэтому будем сегодня мелко его нарезать. Уважаемые зрители, Андрей, вот уже я переместил нашу огурцы в емкость, мы их не раскладываем сейчас красиво, нам нужна она только для того, чтобы замариновать огурчики. Сейчас я нарезаю чесночок. Вот. В дальнейшем мы будем заправлять соевым соусом. Добавим кунжут, топленое сливочное масло, вот. Ну и копченую паприку. Все это замаринуем. И пока 15 минут будут огурцы стоять, они должны чуть-чуть напитаться соевым соусом, но при этом еще оставаться хрусткими. Мы нарежем свежий укропчик, и потом в конце мы добавим, мы будем уже сервировать данную закуску. Сейчас первое, что нам нужно, это посыпать наши огурцы кунжутом. Вот. Ну а тем временем наше мясо тушится в казане 15 минут. Влага ушла из мяса, протушилось оно в собственном соку. Теперь мы отправляем сюда нарезанный мелко перец сладкий и много лука. Все это тщательно перемешиваем. И мясо теперь у нас будет тушиться в луковом соке. Ну и сок, конечно, и перчик даст. Продолжаем тушить его в овощных соках. И накрываем крышкой. Пусть мясо тушится у нас с луком. Так, и сейчас мы для начала перемешаем огурчики с нашим кунжутом. Кунжут у нас равномерно распределился по огурчикам. Теперь мы берем соевый соус. Можно даже не полторы, можно две, чтобы у нас огурчики прям напитались хорошо. Желательно это делать вот так, под наклоном, потому что у нас соевый соус, он стекает в один уголочек, и нам гораздо удобнее. Огурчики, которые меньше у нас, получается, были заправлены соевым соусом, мы их просто домешиваем, и они принимают вот такую вот окрасочку. Чесночок мы распределяем тоже равномерно, чтобы чесночок у нас тоже равномерно распределился. Если кто-то любит поострее, может добавить побольше чесночка, перец, чили. Некоторые добавляют еще просто молотого черного перца. Ну, мы сегодня будем использовать копченую паприку, немножко чесночка, буквально 2-2,5 зубчика. Теперь мы берем молотую паприку. Вот сейчас мы перемешали нашу копченую паприку с нашими огурчиками. И сейчас мы добавим наше топленое масло. Вот так красиво у нас все. Сейчас мы ее отправляем мариноваться на 10-15 минут, а тем временем мы пока нарежем укроп. Так, ну мы перемешали наши огурчики. Сейчас попробуем. Может, будет не хватать соли, либо копченой паприки. Если этого будет не хватать, мы обязательно добавим. Ребят, знаете, вот всего хватает. Я бы еще, может быть, чуть-чуть бы добавил чесночку для остринки, но в целом это очень освежающая, очень вкусная и хрусткая закуска. Итак, друзья, наше мясо тушится в казане еще примерно 30 минут. Лук уменьшился в объеме, сок тоже уже испарился. Теперь мы сюда добавим томатную пасту, 2 столовые ложки. Немножко ее обжарим отдельно и перемешиваем с нашим мясом. Далее в казан отправляем примерно полкилограмма томатов порезанных. Также добавляем 700 грамм домашних томатов. Теперь все это будет тушиться у нас в томатном соке. И сразу сюда будем добавлять специи. По специям моя любимая копченая паприка, молотый кориандр, пол чайной ложки, хмели-сунели и приправа, которая называется Уцхо-сунели. Также сразу нам нужно посолить. Добавляем примерно 3 щепотки. И опять все это хорошо перемешаем. Ох, какие ароматы пошли из казана. Просто шикарные. Все, друзья, на среднем огне оставляем примерно на 15-20 минут. Андрей, ну вот мы, получается, сейчас нарезаем перчик. Что у нас еще остается? У нас остается как раз в конце мы добавим острый перчик, чеснок, петрушку и кинзу. Это будет уже завершающим моментом приготовления нашего блюда. Сейчас потушится с помидорчиками и будем добавлять последние ингредиенты. Так, перчик порезали. Теперь осталось порезать петрушку и кинзу. Петрушку мы режем мелко, либо все-таки можно хаотично? Ну, произвольно, да. То есть сильно измельчать не будем. Петрушку мы вот таким вот образом. Часть добавим в казан, а часть будем непосредственно уже в тарелки добавлять. Все, последние ингредиенты для нашего блюда готовы. Можно приступать к приятному, к холодному, к лимонаду. А для лимонада нам понадобятся свежие лимоны. Лови лимон. Натираем его на мелкой терочке. Хорошо, ты натираешь цедру, я пока почищу имбирь. Как я и говорил вначале, лимонад у нас сегодня будет для иммунитета. Подъем 3 лимона. Добавим вот эти 40 грамм имбиря. Кстати, еще мы сюда один ингредиент добавим. Это мята. Сейчас пойдем на огороде, сорвем мяту. Правда, на огороде у соседей, но ладно. Ну и, конечно, не забываем про наше мясо. Периодически нам нужно его помешивать. И тем временем я буду нарезать имбирь. Режем его очень мелко. Так, нужно быстрее делать лимонад, потому что наше мясо уже поспевает и хочется быстрее съесть. Огурцы готовы, остался лимонад. Разрезаем пополам и выдавливаем сок. Так, с лимонами разобрались, да, Андрей? Да, шеф. С лимонами все тут. Теперь отправляем сюда грамм 200 сахара. Я сразу захватил и графин. Размешиваем сахар до полного растворения. Теперь берем мяту. Держи. Я тоже возьму себе мяту. Добавим листочки, стебельки нам тут не нужны. Ну да, пахнет. Даже вот, не помяв еще, вот просто даже не помяв, понюхай, как она... Шикарно, шикарно пахнет. Друзья, ну пока мы дали нашему концентрату время настояться, тем временем приготовилось наше мясо на 99%. Отправляем в казан последние ингредиенты. А добавляем мы сюда острый перчик, добавляем чеснок, примерно 8 зубочков, и добавляем зелень, но не всю, оставим для подачи. Это петрушка и кинза. Последний раз все это перемешиваем тщательно. Все, оставляем нашу красоту примерно на 5 минут, а тем временем доделаем наш холодный лимонад. Итак, друзья, наш концентрат настоялся минут 15. Теперь в графин отправляем лед и перецеживаем, чтобы уже наш лимонад был чистый, без всяких кусочков, листьев мяты. Друзья, наше блюдо, божественное блюдо, приготовилось. Финальные штрихи украшаем зеленью и добавляем зерна граната. Делаем подачу, прямо как в ресторане. Ну что ж, такие яркие, сочные. И я не сомневаюсь, что вкусные блюда у нас сегодня получились. Подписывайтесь на нас, на Андрея, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч! Всем пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!